Дорогие узкоминогорцы, население города в последние годы неуклонно растет. Это значит, что растет и экономический потенциал. Сейчас самое важное для нас закрепить этот темп и приумножить. Только тогда мы сможем оставаться на волне экономического роста, а значит и роста качества жизни. Хочу сразу уточнить. Речь идет о проектах на 10, возможно и 15 лет вперед. В городе будет меняться руководство, приходят новые и молодые кадры. Но единая концепция развития территории должна сохраняться независимо от кадровых изменений. Все эти планы закреплены утвержденным Генеральным планом развития города. Этот документ задает основные направления и ставит главные задачи, которые должны решаться для развития города. Этот путь развития основан на изучении и анализе всех наших перспектив. За последние годы мы смогли заложить прочный фундамент развития. Исследование единой выбранной концепции позволит городу эффективно и быстро расти. Площадка роста для узкоминогорска в ближайшее десятилетие продолжит оставаться левый берег Иртыша. Я стою на месте будущего микрорайона. Позади меня вы видите пустое поле. Но через 10 лет здесь будет кипеть жизнью новый микрорайон с современными домами, объектами бизнеса, социальной инфраструктурой. Я знаю, многие из нас все еще считают, что такое внимание к левобережью неоправданно. Многим из нас по сердцу маленький уютный ускаминогорск. Не все длится вечно. В наше время города живут, пока растут. Я искренне верю, что такая судьба ждет и ускаминогорск. Что через какие-то полвека это будет мегаполис, центры экономики, торговли, культуры и туризма. И первые шаги в этом направлении мы уже делаем. Остановлюсь конкретнее. Первое. Транспортная сеть. Магистральные дороги – это основной каркас городской территории. И нам уже удалось его построить с помощью реконструкции и расширения старых и строительства новых дорог. Проспекты Садпаева и Есень-Белина, Южная магистраль, улицы Жебихжола и другие формируют основу для дальнейшего развития микрорайонов, в которых уже будут прокладываться дороги местного значения. Второе. Говоря о строительстве домов, мы выделяем два типа планировочных районов. Под многоэтажную застройку и под индивидуальное жилое строительство. Сначала поговорим о многоквартирных районах. До седних 15 лет активная застройка вела с нами в 19-м микрорайоне между проспектами Хазбекпи и Альфа-Раби. Это был первый опыт за годы независимости строительства новых многоэтажных районов. Целая инфраструктура с домами, коммунальными сетями, дорогами, школами и больницами появилась там, где раньше просто росла трава. Сейчас в районе 85 многоквартирных домов. В наших планах дальнейшее развитие инфраструктуры. К примеру, уже в этом году здесь начнется строительство двух школ по президентской программе «Комфортная школа». Теперь акцент по застройке мы смещаем в два других района. Это районы за драматическим театром и за спортивными объектами. Во время строительства 19-го района мы вынесли большой урок. Необходимо комплексно подходить к проектированию и застройке жилых районов с учетом инфраструктуры. Ведь именно доступность поликлиник, детских садов, школ, парков, аллей и супермаркетов делает район комфортабельным и уютным. Теперь же мы проектируем не дома, а целые жилые зоны. Первой пробой этого метода стал район за театром. Его проект сразу учитывает всю необходимую инфраструктуру, проезды, парковки, скверы, социальные объекты, места торговли и так далее. Всего здесь будет построено 39 домов. В этом году сдадим школу на 600 мест. Отдельно хочется отметить, что именно в этом микрорайоне мы реализовали успешный опыт строительства 16-этажных домов. Такие дома были построены в последний раз в конце 70-х годов в районе Стрелки. С противоположной стороны проспекта Садпаева за комплексом спортообъектов расположился еще один новый микрорайон. Здесь будет 34 дома. Построены уже 5 на стадии строительства 13. Также здесь предусмотрено строительство школы и двух детсадов. Эти два района станут полноценными жилыми зонами уже в ближайшие годы. Но в городе есть и более далеко идущие планы. Новый 24-й жилый район расположится возле недавно построенной дороги, которая соединяет проспект Исимберина с Алматинской трассой. Здесь будет 92 дома на 12 тысяч квартир. Что немаловажно, мы уже выделили там участки для 6 школ, 14 детских садов и центра досуга молодежи. Там уже сейчас ведется обустройство сети коммуникаций и в скором времени мы сможем начать первую очередь застройки. Рядом с микрорайоном за драмтеатром, южнее школы НИШ, предусмотрена площадь для 26 микрорайона. Он расположится между проспектом Садпаева и Грибным каналом. Это 72 многоквартирных дома, 2 школы и 7 детских садов, а также парковые зоны и благоустроенная набережная вдоль канала. Уже в следующем году начнется проектирование коммунальных сетей на этой территории. Еще одной зоной многоэтажной застройки станет часть 22 микрорайона на территории, где ранее находился ипподром. Здесь запланированы 110 домов на 9300 квартир. Район будет выходить на улицу Жвегжола и новую часть проспекта Сембелина. Эти новые районы станут лицом у Скаменогорска, встречая гостей города. Далее я хочу рассказать о втором направлении работы районных индивидуальной жилой застройки. В этой сфере у нас тоже был опыт, ставший уроком. Огульная выдача земельных участков без каких-либо коммуникаций привела к тому, что многие просто не смогли вести строительство. К счастью, сейчас таких мест практически нет. Нам удалось решить большинство проблем в 22 и 23 микрорайонах. Сейчас в рамках программы развития микрорайонов мы продолжаем улучшать там инфраструктуру. Также работы по обустройству коммуникаций ведутся в 20 и 21 жилых районах. Там еще не распределены все участки, но уже проживает большое количество людей. Кроме того, здесь в будущем запланировано строительство двух школ и трех детских садов. В городе до сих пор действуют моратории на выдачу земли без коммуникаций. Это стало базовым принципом, который может помочь избежать массы проблем в перспективных микрорайонах индивидуальной застройки. Это 27 район, который примыкает к 21 зону застройки в селе Самсоновка и весьма перспективный 25 микрорайон возле новой дороги к перевалу Чичик. Вместе эти три района – это 2500 жилых участков. В каждом из них предусмотрена инфраструктура и соцобъекты. Отдельно остановлюсь в еще одном проекте в 28-м жилом районе. Здесь индивидуальные дома строятся за счет бюджета и затем реализуются через банки. Мы уже завершили строительство первой пилотной очереди района. Дома нашли своих хозяев и проект признан успешным. На противоположной стороне семейской трассы мы уже провели закладку коммуникаций под вторую очередь. Еще 655 домов. После реализации этой части проекта начнется третья очередь застройки, в которую войдут также социальные объекты – три детских сада, школа и поликлиника. Говоря о планах, стоит упомянуть и риски. Для Ускаменогорска наибольшую проблему представляет запас мощности коммунальной инфраструктуры. Чтобы избежать этого, мы принимаем определенные меры. Во-первых, водоснабжение. Здесь проблем на сегодня меньше всего. Мы провели модернизацию Октябрьского водозабора, построили большой новый Ускаменогорский водозабор на левой бережи. Это дает нам запас мощности по водоснабжению на ближайшие десятилетия. Во-вторых, электричество. Достижение городом предела используемой мощности не за горами. Чтобы избежать дефицита электричества, нами готовится большой проект строительства дополнительной высоковольтной линии на северо-западе города, которая свяжет Ускаменогорск с национальной энергосистемой. Это снимет угрозу дефицита как минимум на 30 лет. И в-третьих, теплоснабжение. Это действительно актуальная проблема. Сейчас в городе действует моратория на подключение к отопительным сетям дополнительных объектов. Это делается, чтобы сохранить необходимый резерв мощности Ускаменогорской ТЭЦ. Этот резерв необходим, чтобы отопительная система города легко переносила резкие понижения температур и затяжные морозы. Мы можем подключать только новые жилые дома на левом берегу, где работает локальная котельная номер 2. Сейчас нами готовится реконструкция и увеличение мощности этой котельной. Выполнена техника экономического обоснования. Разрабатывается проект. Также у Ускаменогорской ТЭЦ планируется монтаж нового 16-го котла. Эти работы дадут нам определенный ресурс. Но скажу сразу, ненадолго. По сути, это позволит нам выиграть время на строительство второй ТЭЦ, которое нужно городу однозначно. Мы продолжим работу с правительством, чтобы как можно скорее инициировать строительство. Вот те направления, в которых город может и должен развиваться в ближайшие десятилетия. Стоит добавить, что дома и школы – это далеко не все. Появление новых жилых зон – это стимул бизнеса. Это новые торговые дома, бизнес-центры, развлекательная инфраструктура. Это новые рабочие места, новое пополнение бюджета и новые инвестиции в экономику Ускаменогорска. Именно в этом и есть главная цель. Через 15-20 лет эти районы должны стать живыми, насыщенными, полноценными частями городской экономики и культуры. И так будет непременно. Зная, к чему мы идем, желая этого, мы, узкоминогорцы, обязательно сделаем наш город лучше на земле. Редактор субтитров А.Семкин